Мы не протестовали, мы очередной раз просили, чтобы попасть в генеральный прокурор. Уже 12 лет назад 5 таблеток термодола подсунули белыми нитками, была посчитана легенда. Уголовное дело, да? Да, и вот 5... И он... Сейчас он выехал... Как? Под Москвой. Кто? Ваш сын? Мой сын. Ага. И мой сюда вернулся, почему? Потому что ему 6 месяцев дали типа срок. Ага. И он должен отсидеть 6 месяцев, а вы хотели к генеральному прокурору разбираться с этим делом? С этим делом, во-первых, он не может туда вернуться, понимаете? В Молдову, да, из отдела. А дело где, в каком суде? Отдела вот сейчас, мы с женой хотели попасть в прокурору. Приехали, полиция приехала, пооружили ее и куда-то убежали. И что, нельзя протестовать или что сказали? Ну вот, сказали, что нельзя протестовать. Как нельзя? По какому закону? Она говорит, я, чтобы тебя зарегистрирована была. Мы каждый месяц ходим, это уже много лет. Да? Три года мы каждый месяц учат часы приема, ждем этого из среды. И нас же постоянно не допускают. Понятно. Кому хотят пускать, там, женщине какой-то, в другом, но к генеральному прокурору никак не можем попасть. Мы хотели бы попасть к генеральному прокурору. А вас записали на... Да ничего не записали, не пропускали туда. Понятно. Она начала прорываться, значит, как физически. А, понятно. Поэтому и забрали, если хотела. Поэтому забрали, чтобы она прорывалась туда, потому что ее так не пускают. Да. А сейчас сидеть за ней. Силой нельзя. Давайте протестовать. Мы снимали что-то на телефоне. Вы снимали? Да нет. Ну, да, если вы пытаетесь идти с силой, это объяснение, что вы понимаете, если вы протестите, то что? Мы снимали что-то на протест или на аудиторию. Потому что у нас сегодня, 15 число, истекает 30 дней наше официально зарегистрируемое заявление с просьбой чтобы нас принял на прием генеральный прокурор. Понятно. Истекает сегодня. Истекает, как вот у них. Ход уже будет проскорчено. Понятно. И вам не ответили. Но у нас есть официальное заявление. Мы зарегистрировали в БОТИ. Заявление на протест. 19.04. Это по счету уже 20-е заявление. Так и плохо, чем им амбуланца. Где мы просим, чтобы нас принял на прием генеральный прокурор. По нашему делу не проводится судебно-медицинская экспертиза. Понятно. Мы были на приеме у господина Афанасия. Прокурор города. Прокурора города. Есть официально зарегистрированное заявление. Была дана команда офицеру полиции по уголовным делам господину Дамиру, чтобы была проведена судебно-медицинская экспертиза. Но никто ничего не делает. В связи с чем мы просим амбуланца генерального прокурора. Понятно. А вы записались и вам не ответили за месяц? Нам не ответили. Но не искает фрон. Давайте протестовать. У меня в УЗЕЛа есть, так что... У нас есть официально зарегистрированный документ. Нам разрешено выйти с протестом. Так по закону разрешено. Вы не просите разрешения. Вы просто уведомляете. Мы имеем право... Да. Вы по закону имеете право протестовать? То есть, у нас все нужно знать. Дреб то на протесту, это не дредь, fundamental. Не договаривайся, не цели до премарии. Ты дуешь и анонс в премарии как вы хотите протестировать. Дреб то на протестировать. А в каком суде вы говорите дело вашего сына? В центре, в Буйкань. И решили уже, значит, после этого отправляется в апелляционной палате. Еле вернули на рассмотрение или как? Это было в девятом году. А уже двенадцать лет? Двенадцать лет. Истек срок, кажется. Не знаю я, никто не хочет... А у вас адвоката нет? А у них было, абсолютно четыре. Искупо двенадцать лет. Понятно. Не пойму, что... Вдоворил числа, что... Удивительно. 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 Это не доказывается. Удивительно. Удивительно. Полиция шел в атош, пробавилась я у аменды. Так что, наверное, ваша жена заплатит штраф. Если заплатит за три дня, получится наполовину. Вы можете оспорить, но, кажется, по закону вы не имеете права вломаться в Генеральную прокуратуру. Продолжение следует... 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 Эксперимация Она сейчас на Булгаре В комиссариате полиции центру Скорее всего Вы были в таком месте и саду Которому обезли А что это даст Сотом и... Мужчану Владимир Мужчану, которая живет под подкреплением В Генеральной прокуратуре Вы отказали, что, в городе, Мы имели мои вещи Вещи порванные с открытыми карманами Он не только совершил грабеж Но он еще и 100 лет, вот, четвертый год Благодаря Генпрокуратуре Мы не садили на полиции Ботаника, но нет никакой ответственности. У нас есть рассматрение, апелисиона палаты, но мы не садили на 100%. Думаю, что примарь у Дурлеста был создан на 7-е годы, и 2-е годы он был собран, даже если решить, это фильм. Мунтеану! Да, Мунтеану Владимир. Полиция Ботаника, прокуратура Ботаника, прокуратура Генерал-Лу-Преады для донсу волну. Для нас абсолютно ни одна. А здесь нет. произошло, где он избил человека, у нас есть видеозапись, там работала программа ПРО-ТВ. Съемка ПРО-ТВ влезла в больнице, где не делается операция под наркозом. Да, я вижу, да, вы показывали. Больничный лист, который был выдан стационаром, из выписка из больницы. И никто за это не несет ответственности, да? И мы в связи с чем были на приеме к господину Афанасьеву. Он вызвал офицера полиции господина Гавера, чтобы проводилась экспертиза. Но никто ничего не проводил. Все скрывается и прячется. Неоднократные заявления, которые мы пишем на Короленко 8, нам отказывают даже вне судебной медицинской экспертизы. Адвокаты утверждают, что мы по закону имеем право на вне судебную медицинскую экспертизу. Но нам отказывают. В суд? Мы обратились сюда. Какой? Кто оказывает в экспертизе? Короленко 8, судмедэксперт. Так, если суд разрешит, то Короленко 8 ничего не может? Мы так имеем право на экспертизу. Ну да. Мы обратились официально с заявлением на имя шефа полиции номер 3 на Рыжканов и гримнеделась операцией. Ага. Там официальный ответ, что полиция и ботаника были забраны документы в 2017 году. Украли. Так это уголовное дело? Да. До сегодняшнего дня документы не вернули. В связи с чем и не делается экспертиза, мы обратились в больницу скорой помощи. Там стоял герой. Невозможно было получить риск записи, где на тот момент, когда я поступил в этой больнице, перелом в двух местах кости носа. И в связи с заявлением на имя директора института скорой помощи, нам все-таки пытали это объяснить. И мы не можем провести экспертизу. И Короленко 8 говорит об этом, что... Короленко 8 отказывает нам в экспертизе. В связи с чем мы написали заявление с просьбой, чтобы нас принял на прием генеральный прокурор. Так как в 2019 году мы были на приеме у господина Рашуору. Он наш вопрос не решил. Все осталось... Рашуору тоже прокурор, кажется. Да, у нас есть все заявления, которые мы обратились на имя господина Рашуору. Мы были у него на приеме. После чего мы были на приеме у господина Афанасия. Но никто не проводит экспертизу. Все скрывается и прячется. В связи с чем мы вынуждены опять выйти с протестом. Мы зарегистрировались официально в примарии города. Официально зарегистрировали заявление в бюро георгенции. Но невозможно пробиться. Невозможно, что был вопрос. В связи с чем мы считаем наши конституционные права нарушены. Поэтому мы вышли, отстаивая свои конституционные права. Более того, был в тот момент, когда... То есть до Сауроничной и Тремесной Ждкаты. Был избит мой старый отец. Есть решение двух операционных палат, которые были рассмотрены двумя составами судей, где доказано уже экспертизой, что господин Гынко, который, как мы слышали, также живет под покровительством Генеральной прокуратуры, нанесет никакой ответственности. Человек лежал 4 месяца в больнице, были выбиты зубы, порезаны... А из протеста? Да. Вот есть аспорт. Вот сам полосан острый, ну, в качестве микс. Я считаю, что... Я уже все сказал. Я считаю, что по закону Министерства, пост-министра жустицы, консилиера, прешедентелу. Олеся, Матюй ишит. На ее имя также было написано заявление. Когда она была министром? Когда она была министром юстиции, на имя госпожи Стамаки было написано заявление о том, что экспертизы не проводятся, о том, что экспертизы, которую якобы полиция проводила, якобы, без нашего участия. Мы даже этой экспертизы, как бы, и не видели, но столько времени, 4 года, столько времени, мы имеем право по закону, так как говорят адвокаты, о дополнительной судебной экспертизе. Во время расследования, я думал, что дело уже в суде. Когда дело было в суде, рассмотрел апелляционная палата, я писал заявление на имя судей с просьбой назначить судебно-медицинскую экспертизу. Во время рассмотрения апелляционной палаты никто ничего не назначил и никто ничего не рассматривал. А когда вы были подойдут, почему вы были? Ну, уже предоставили все доказательства. Мы были на приеме у господина Шапки-Кратца. У нас есть официальный ответ от прокурора города господина Шапки-Кратца, где было написано по всем этим баловым делам, где было написано, что полиция была скрыта в видеонаблюдении магазина «Либрариус». Не была проведена экспертиза и на вещах была моя просьба, в связи с чем мы просили делать экспертизу вещей. Опять же, никто ничего не делал. Я рождена в Сунде-Сорт. Что-то им потребовало нас в ней жить. Так, у дома был в Белопроволенке что-то век в древню. Присумка, что дом, дом, где-то полите ботаников, вот две-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. У меня сколько-то вен древнюю. А в сумме пищи с темы на долу не рефузат. А вен репуз. Ну и на вен древню она не миган цара, а осталось. Ну а Мунтиана ретревнула... В нашем случае, когда вы с нами принимали участие в суде Чикан, рассмотрел господин Чикану судья. Не помню. С нашим делом. Да. Мы предоставили в суде диск записи программы ПРО-ТВ доказания уже свидетельствам гражданина Мунтиана. А также тот момент, когда мои вещи находились у него в руках. В том состоянии. Потому что мне в больницу пришлось ехать без задержек. Да. Потому что в районе Батронов, все осталось. Прокодоруя generalу все осталось. Но и он показывает репуз. Он, в фантазе камеры, он откроет вину? Нет. Но есть репуз. И он, что, в фантазе камеры, он откроет вину? Нет. Я не знаю, но я не помню. Что? Почему вы показываете репуз? Это был в руках. Он был в руках. Он был в руках. А потом уже не признает. Да. Сейчас включим эту запись. Так я вам верю. Если вы говорите, что он на камеру сказал. Хоть и есть от фунта. Вот от фунта портового. Вот от фунта. Вот от фунта. Понятно. Пожалуйста. Вот гражданин Мунтиано. Это делалось программой про ТВ. А почему у него под глазом? У него нет ничего. У него нет ничего. Это у меня. А это вы? Из операции. Из операции. А вы говорите, что господин Мунтиано. Так что я вижу только вас. Я не вижу Мунтиано. Вы говорите, что он сказал на камеру. Он признался на камеру. Есть, есть. Но кто это снимал? Про ТВ. А, да? Да. И он говорит, что да, он увидит. Но какой был его причин? Как он объясняет? Он утверждает, что якобы я его ударил чем-то по рукам. А, понятно. И он защищался. Вот момент, когда он это говорит. Корреспонденту программы про ТВ. Ага. Что якобы я его ударил чем-то по рукам. Вот он говорит. Понятно. И что он? Но при рассмотрении суда сектора Центр. Он говорит другое, да? Была предоставлена экспертиза. У нас есть определение данного суда, которое вошло в законную силу. И не было обжаловано ни гражданином Мунтианом, ни прокурорами. Экспертиза говорит старая травма от падения, а не от того, что его ударили. То есть автоматически было доказано уже свидетельствами, из-за чего было возбуждено уголовное дело в отношении меня по 152 статье. Было такое, да? Экспертиза доказала, что проблема та, которой он дал ложные показания, якобы его чем-то ударили, это старая травма от падения. У нас есть определение, которое вступило в законные силы. Судья пишет, он лично разговаривал с экспертом. Судья пишет. 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 Когда мы начали снимать, что это не нужно. В 2015 году был пожар, по-твоему. Аккуратно не инундая, а ка с иасе... Не факу рау нову. Умеял на апартаменте абэ. Умеял на апартаменте. Да, я хочу сказать, что только апы сербинцы, что нас дают апы сербинцы, у нас уже курсы акула. Ка... Димеанта, ну, да, сара, до 3-4, когда мы улокотари, и все остались, дома са ищут от грязности, в те же, что там мой дом упадет. Но он и не находится дома, он не находится. Но он и есть вести там, он не имеет апартаменты. Но там есть вечно! Но он не является собственником, даже не прописан. Не важно, он там живет. И даже у него дом тоже. Но он не спринжет. Он проживает образы домов перечи. Он и все еще и следует в этой комнате, но они не знают, что он и есть. Вот заявление, официально зарегистрировано в аудиенции Генеральной прокуратуры от 28.10.2020 на имя господина Афанасия, прокурора Борова. Это было давно, полгода назад. Да, с просьбой назначат судебной медицинской экспертизы, соответствующая выписка из больницы. В связи с чем был приглашен офицер полиции по околону Гелан, господин Дамир, которому было дано распоряжение провести экспертизу. Но никто ничего не пробовала. Понятно. Луна-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. У меня есть магазины для детей, в магазина для детей, в магазина для спортивности, в��도рую. Я имею в виду свободное, из-под воде и в Става Бук果естске. У меня есть бобузелы от Одессы и от Става Букрышки, где вы найдете магазины спортивных магазинов, там есть бобузелы, и в магазинах для детей, и в магазинах для детей, я думаю, что это бобузелы, я не знаю где-то, где-то кто-то дарит, где-то кто-то дарит. Мир и Куан не долгусно, вы узнали где ваша жена? Да не узнали, я даже не знаю где милиция. Болгарская, нет, выше Букурест, уже 3 квартала. В таком состоянии, может у него вспотело сердце, но это может вызвать голову. Если он говорит, что нет. Кого вызывает? Вы идете туда, да? У нее освободят за час-два, не больше, за три часа ей должны выписать штраф и освободить. Здесь на Балканском подымаетесь выше, там есть бобузелы. Если там нет, вам нужно обратиться ниже 1-й, знаете, иди на 6-й? Нет, 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 она может быть или в этом участке на 31 августа, или в Комиссариате, скорее всего в Комиссариате. Или может быть и на 1-й участок на 31 августа с 2-й квартала. А как ее зовут? А как ее зовут? Галина Ивановна. А меня? Админская. 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 Позвоним в Комиссариат и спросим. Вы же мне звонили? Нет. Если мне ее привезли. Ну, я пойду с этой. Давайте. Я говорю, или первый участок, или Комиссариат. Олег Брега. Олег Брега. Олег Брега аккуратн. Да. В Курсумалке, где они это читают? Нет. В интернете есть аккуратн. Я работал на телевидении, на радио когда-то. Да. Сейчас только в интернете. Кураж ТВ. Сейчас как? Как он не перепоняет? В гражданских активист. Ага. А как найти в интернете? Кураж ТВ в интернете? Или Олег Брега? Или скайп. Везде. Ищите в Google, в Rambler. Найдете Олег Брега и по-русски, и по-русски, и по-английски. Аааааааааааааааааааааааа. Вот у меня вопрос. На тот момент, когда, происходило судебное разбирательство в Маполляционной палате. которые были рассмотрены двумя составами. У нас есть два решения, 19-й год и 20-й. А что они рассматривали? Мы задавали вопрос... Что они рассматривали? То, что связано с гражданином Мунтяновым. Что они открыли уголовное дело и вы опротестовали... Да, мы опротестовали в первой инстанции, потом опротестовали апелляционной палате. На тот момент, когда зашли судебные разбирательства, я писал заявление на имя господ судей, чтобы проводилась экспертиза соответствия выписки из больницы. Но никто ничего не говорил. Боюсь, что в том суде не рассматривают такие дела. А у вас адвокат есть? У нас были 4 адвоката по делу. Понятно. Так, китайский кто? У нас работа... Адвокаты, которые принимали участие во всех судебных заседаниях. А это трансмитер-директ? Да. Адвокат? 12 тысячи. 11 тысячи они м ». ta 12. 11 тысячи мы сейчас умнее. Здесь получается, что мы, как обычные рядовые граждане, перейдем улицу, не положим на улицу, может быть под неосторожность. Нам поставят страх и будут отстать по судам Гаган. Гражданин Монтиано, который живет под покровительством генерального прокурора, совершил преступление. 287-я это полигонизм, 152-я это мусоро-анесение в дороге. 187-я, как прокурору считают, что не было грабежа, но он завладел, что-то минуточка, он нанес потерянный успех. И вдруг он дал ложные доносы, ложные показатели. Валерно. После обращения на имя президента Республики Молдова госпожи Майя Санду, в связи с тем, что мы не можем отстаивать свои конституционные права, в связи с тем, что не проводится экспертиза по всем нашим событиям, мы обратились 19.04. в генеральную прокуратуру на имя господина Губару. А кто такой? Потому что нам был дан ответ за его подпись. Шеф де дирекции какой-то, да? Ну, в ответе там написано, шеф прокуратуры, генеральной прокуратуры, за его подписью был дан ответ, в связи с тем, что мы обратились на имя президента Республики Молдовского, с вами Майя Санду. Правильно, обратились в президенту, и ответил Губару, да? Да, и ответил Губару, потому что было им переописовано. Наверное, да. И так же не проводится экспертиза? Понятно. Вы что, напоминали? Да, ну спокойно. Мы имеем официальный документ. У нас есть официальный документ, если протест пасных, что легал. В мае расклады декларат на премарии. После вины, после пушки. Да сейчас, где мы машины двигаться и персекутить? У нас есть официальный документ за регистратор премарии города. Да, неважно. Вы можете до 50 человек протестовать. Могда угодно, где угодно, если это мирный протест. Без уведомлений. Вот смотрите... По 26-му закону 2008-го года. Вот официальное зарегистрированное заявление в 2020-м году на имя господина Штефана Шапки-Працци, который являлся прокурором города. Да. Здесь было написано «Вскрытие видеонаблюдения магазина «Лебрарис». Где произошло данное...» А что сказали? Как вскрыли? А скрыть видео, а потом исчезло? Полиция пока не как вскрыла видеонаблюдение. В каком смысле вскрыла? Было ли уйти? То есть после моего заявления 19-го, 10-го, 2017-го полиция появилась аж через 30 дней. Ага, понятно. И видео было аннулировано. Да, нормально. Так и у меня произошло. 6 лет назад меня избили на ботанике. Да, да. И атаковали... И полиция не искала никакого видео. А там должно было быть десяток камер. Ну, вот это... В нашем случае... Да, да, да. Вот место. И Макдональд, и Байк, и так далее. Вот это магазин «Лебрарис». Все камеры мы заходили и смотрели. Были направлены на это место, где это произошло. А, но не видели видео? Не спрашивали, если... А уже на тот момент... А, уже на тот момент... Ну, я хочу противноать. Не спасибо. Не, не, намеренно. Но пока ждем здесь, чтобы кто-то вышел. И еще крепко. Если вас не игнорит, вас прыгаем... Вот я хочу вам противнострировать видео сапись. Субтитры делал DimaTorzok 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 Jesus Субтитры делал DimaTorzok ДевкаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ай, грижа, колокольчик смотри, вот. То есть апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции. Первой инстанции мы выиграли. А-а-а, ну что я решила первой инстанции? Ну, те доказательства, которые мы предоставили только что. Священник, СБИ. И кто оплатитовал за апелляционную палату? Я оплатитовал. Почему? Потому что его никто не принял, не привлек никакой ответственности. Поэтому мы просили рассмотреть. Я как будто пил собачки, ел их древ, да? Я требую, чтобы они спекватили, чтобы они не остались. Отконьте статуи ордонансы. Ну, Роксанг. Так, они нервы. Что? Я могу на приварить? Полук. Там хосты, лакулейдзио, СБИ-худрак. Браво. Сигнем индирект. Ну, сколько греха. Теперь. Сегрет. Да, да. Фондар, ванас, учебный. Браво. Вот определение суда от 02 ноября 2018 года. Доказатель, доказатель, лжи свидетельства с рукой, то, что я вам говорю. Ага. То есть, он дает в наследство показания, что якобы его чем-то правильно, экспертиза доказывает старая травма от падения, не от того, что угодно погибает. Это доказательство, лжи свидетельства. Понятно. Свидетельство было написано так же заявление на имя господина генерального прокурора. Свидетельство было написано так же заявление на имя господина. Генерального прокурора. Свидетельство было написано 19.04. Сегодня у нас 19 число. День пионерии, да. Да, 15 мая. Заявление на имя господина генерального прокурора было написано 19.04. Сегодня ровно месяц. По данному заявлению какой-то ответ должен был даваться, должно было рассматриваться по идее. Но никто ничего не рассматривает. Увидите. Даже никто не выходит на протест. Да. Мы и будем жить дальше. Да. Может быть, как в Беларуси, как в России, может быть, как в Румынии, как будто судь есть, как будто судят, а потом, где нафиг с пляжа? Уже пятое дело правил европейский суд за 4 года, когда были на приеме у господина Афанасия, он нам так ответил. Прокурор, если захочет вам рассмотреть ваши заявления, если не захочет вам не рассмотреть. Вот такие они, да. Прокурор Афанасий сказал, что не имеет права протестовать или заявить. Продолжение следует... Так и правильное? Мы ответим. Иди сюда, иди сюда! Даже полиция может быть грязной, если прокурор не дожди! Не говори на телефон, потому что это лег! Малее, если ты ходишь в тротуаре, то и в тротуаре... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...